Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community, речь о которой пойдет о транспорте будущего, о инновационном экологическом проекте, который в данный момент уже на завершающих стадиях своего развития. 14 этап из 15 в полном разгаре. И уже к этому Новому году мы узнаем под такие новости, что будет понятно, насколько быстро разрастется наша технология по всей планете. И эта технология создана людьми. Множество людей со всего света объединились для того, чтобы создать лучшие технологии, которых только можно пользоваться. И это целая серия экологических технологий, которые создал гениальный ученый. Вместе же с людьми мы реализуем их. И кроме того, все люди, которые участвуют в данной технологии, станут совладельцами. Конечно же, много еще чего можно будет изучить после нашей встречи, потому что я уверен, что заинтересую вас. Но все видео, которые вы сейчас видите на вашем экране, вы сможете найти на ютубе, на официальном канале Анатолий Юницкий. Именно на ютубе вы сможете найти, так скажем, последовательно все работы и все представления технологий, которые Анатолий Эдуардович так успешно уже реализует. Потому что не только первый проект на такой прекрасной стадии. Ведь запускаются и развиваются и следующие технологии Анатолия Эдуардовича. Поэтому, дамы и господа, усаживайтесь поудобнее, делайте вкусный напиток для того, чтобы ничто вас не отвлекало. И давайте начинать. Ну, для начала познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из Латвии, из города Даугавпилс. И всю жизнь я старался делать этот мир лучше. И чем дальше рос, тем больше росли мои возможности. И когда я задумался и начал искать информацию о том, как влиять не локально на какую-то технологию или на какой-то участок, территорию, так скажем, участок земли, а начал думать о том, как влиять абсолютно на всю планету, притом не только на человека, но вообще на все живое, как улучшить то состояние планеты, которое есть сейчас. И я познакомился с многими проектами. Их на самом деле, дамы и господа, подобным образом развивающихся, с помощью людей международных, их тысячи. Но я изучил несколько десятков самых актуальных и выбрал лучшие. И по факту, наверное, самый-самый актуальный для человечества 21 века. Именно сейчас, для старта. Но поскольку самый главный ресурс человека это время, пожалуйста, обратите внимание на эти основные побуждающие факторы. Именно с данной технологией, и именно с компанией Sky World Community вы сможете улучшить абсолютно каждый из этих побуждающих факторов. Ведь либо вас интересует финансовая независимость, либо свободное время, либо новые знакомства, наследство, либо будущее всей планеты, абсолютно по каждому направлению вы сможете найти в нашей встрече, так скажем, информацию, которая улучшит вашу жизнь. Если вы имеете еще вопрос, точнее будете иметь после окончания нашей встречи, как это сделать и как это связано, пожалуйста, я оставлю в конце свою корпоративную почту и в YouTube, и в Мирополисе. И вы всегда сможете на эту корпоративную почту написать и задать свой вопрос. Но я бы, конечно, рекомендовал вам обратиться к тому человеку, который пригласил вас на данную встречу, потому что, скорее всего, у него есть либо часть ответов, а может даже и все. Поэтому задавайте вопросы и развивайтесь, интересуясь. А мы поехали. Ведь человечество сейчас это самая мощная движущая сила. 8 миллиардов человек на нашей планете. И из них, так скажем, мы только один, одна семья. То есть 8 миллиардов, это всего лишь один вид, одна семья. Один вид из 12 миллионов видов живых организмов, известных человеку. А их вообще, как я, так скажем, изучал, более 300 миллионов видов. То есть точнее, получается, что мы составляем небольшую часть всего населения планеты. Но мы самые влиятельные. Мы несем самое большое влияние, как положительное, так и отрицательное, на жизнь на нашей планете. Ведь флора, фауна и мы, человек, мы живые. Как и наша прекрасная матушка Земля. И именно от нас зависит, какое будущее ждет эту планету. Ведь то, что происходит, любые заводы, технологии, транспорты, катастрофы, не в зависимости от того, где вы живете и чем вы пользуетесь, это влияет на каждого. И каждый теперь, в 21 веке, может влиять на это. То есть если раньше у нас не было возможности на что-то повлиять, что-то создать или продвинуть в таких глобальных масштабах, то сейчас она есть. И сейчас мы в пятом технологическом укладе. Это гаджеты, интернет и виртуальная реальность. Вся информация идет максимально быстро, гигабайтами за секунды. Деньги, опять же, мгновенно переводятся с одного счета на другой. Мы разговариваем по видеосвязи с противоположной стороной нашего земного шара. Все происходит с информацией быстро. А физически? А физически как раз необходима революция. Необходимо перемещение этого прекрасного тела. И прошу вас. Перемещение нас, как пассажиров и грузов, в необходимое нам место. И именно с помощью подобных технологий, как мы сегодня с вами разберем, именно с помощью такой технологии мир и каждый человек получит абсолютно новые возможности, ускорит их, даст новые, но и не только на человека будет влиять подобная технология, а будет она влиять и на абсолютно все живое нас окружающее. То есть и на растения, и на всех животных. И именно технология, так скажем, экологичная сможет предоставить революцию. То есть дать людям такой толчок развития, чтобы мы действительно стали более успешны, более разумны, более живы, поскольку более безопасны. Ну и возможности. Те возможности, которые дает новый транспорт второго уровня, о котором мы сегодня будем говорить, это фантастика. Ведь мы сможем добраться в абсолютно любую точку нашей планеты, куда сейчас даже трудно, так скажем, построить дорогу, а мы сможем туда передвигаться абсолютно без проблем. Ведь эта технология легко интегрируется куда угодно, в любую температуру, в любую местность. И, дамы и господа, я говорю вам не просто о какой-то концепции, это существующая технология, практически полностью сертифицированная. И вы увидите ее во всей красе. Посмотрите на этот транспорт. Вокруг природа. Когда строился этот транспорт, или проходили испытания, вокруг по-прежнему все цвело. То есть данный транспорт, данная технология не вредит нашей окружающей среде, частью которой мы являемся. Если подумать, то, например, когда я был в Испании, прогуливался по городу, видел вокруг деревья с мандаринами, и казалось, боже, мандарины растут повсюду, так хочется их съесть. И потом понимаю, что нет, нельзя их есть. Нельзя их есть, потому что рядом есть заводы, постоянно ездят машины. Что напитали эти мандарины в себя? Что они могут принести моему телу? Я задумался, что ни один фрукт или овощ, выращенный в подобном месте, как я видел, в городе, в центре города, его нельзя употребить внутрь. То есть он насыщен всякими разными неполезными веществами. Но мы же такие живые, если задуматься. Мы же также впитываем с воздухом, с водой, которую пьем, с питанием, то, что происходит вокруг нас, то, что происходит в наших городах. И если так подумать, мандарин, который вырос, его нельзя есть, потому что он будет вреден, он нам навредит. Представьте, как много вреда может скопить и накапливать человек в подобных городах. Я понял, что действительно, города в большей степени страдают от неразумных технологий, либо от вредоносных технологий. И сейчас, с учетом тех изобретений, тех решений, которые есть у нас в 21 веке, необходимо отказываться от вредоносных технологий, либо, как предлагает Анатолий Эдуардович, переносить их в другую нишу. То есть вынести всю вредную технологию в ближний космос, а на Земле оставить только экологические технологии. Для того, чтобы на Земле, именно над поверхностью Земли и до стратосферы, была наша биосфера чистая, где все живое развивается и цветет. И давайте посмотрим, как это выглядит. Ведь мы имеем уже существующие транспорты, их достаточно много, но они уже не делают всех задач, которые нам необходимы. То есть они не могут справиться с тем количеством и с тем качеством задач, которые стоят перед человечеством. Потому что скорости достаточно маленькие, особенно у водного транспорта, либо у железной дороги. Затраты колоссальные, особенно у наших самолетов, и особенно представьте, такие махины, тяжелые железные птицы, их необходимо поднять в воздух, разограть, как много топлива мы на это тратим, то есть какой затраты ресурсов. Ну и плюс, и оно же сжигается, и все это идет в нашу атмосферу, разрушение нашей атмосферы. Как бы мы разрушаем наш дом двигателями внутреннего сгорания. Раньше это не было так заметно, потому что их было мало. Но сейчас двигателей внутреннего сгорания миллиарды. Это миллиарды маленьких костров, которые дымят. Ну, конечно же, не без всей остальной технологии, но транспорт оказался одним из самых актуальных решений, которые резко и достаточно важно изменят жизнь абсолютно каждого человека на нашей планете. и более того, изменят жизнь всех живых существ на нашей планете. Именно с помощью подобных технологий, которых у Анатолия Эдуардовича целая серия, люди смогут улучшить состояние, тем не менее, не отказываясь от техногенной сферы. Ведь это наше детище. Мы уже не сможем пойти по другому пути, прям взять и отрезать технологии от себя, и снова начать жить, ну, там, как в Аватаре, можно так сказать, как в фильме о художественном Аватар. Технологии будут с нами. Просто есть возможность их заменить. И философия чистого пребывания на нашей планете просматривается во всех технологиях Анатолия Эдуардовича. Ведь абсолютно все его технологии не вредят окружающей среде, спасают, они более безопасны, и они на возобновляемых видах энергии. Конечно, забегая вперед, я скажу, что у Анатолия Эдуардовича целая серия технологий ЭКОМИР. Там есть и ЭКОДОМА, и ЭКОПОСЕЛЕНИЕ, ЛИНЕЙНЫЕ ГОРОДА, ГУМУС, ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ, И КАК СОЗДАТЬ ПЛОДОРОДНУЮ ПОЧВНУ, ЧЕРНОЗЕМНОГО ТИПА. Мы слышали о вакуумном стекле, которым можно застеклить абсолютно все здания на нашей планете, потому что главный и основной ингредиент это песок, но 15-20 миллиметровое стекло, у него пропускная способность тепла, как у полтора метровой кирпичной стены. То есть, представляете, насколько гениальный инженер и конструктор, изобретатель, который способен сделать так много. И это еще не все. Есть и следующие технологии, связанные с нашим ближним космосом и развитием индустрии там. И, конечно же, очень много интересного вы сможете узнать, если почитаете или посмотрите про USPACE. Как раз несколько месяцев назад я был на конференции в Белоруссии, пятая конференция по безракетному освоению космоса, и я вам скажу, дамы и господа, те умы гениальные с разных уголков планеты, которые приезжают и уже работают над этим проектом, стоит только узнать, посмотреть. И главное, так скажем, если вы подумаете, что это невозможно, почитайте дальше. Ведь все, что раньше было невозможно, в технологическом смысле, со временем становится возможно. Поэтому это, эти наилучшие технологии получатся и у нас. Особенно под предводительством такого гениального ученого, который сделал более 150 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов ООН. Этот человек уделил всю свою жизнь для того, чтобы научиться жить с нашей прекрасной природой сообща в дружелюбной атмосфере. Не вредить друг другу, а помогать друг другу. И я вижу за последние годы, что у него действительно это получается. Он действительно знает, как. И у него технологии не на 10-20 лет, а на сотни лет вперед. Стоит только поизучать. И вы тоже заинтересуетесь изобретениями этого гениального ученого. Ведь он за короткое время создал такие возможности и для разных людей участвовать в революции технологической, инновационной и экологической. И, конечно же, создал огромный штат, уже около тысячи человек, высококлассных специалистов, которые продвигают нашу технологию, делают уже и сторонние заказы. И первых четыре адресных проекта уже, хотя мы всего лишь еще на 14-м этапе, они уже запущены. То есть за нами, за сертификацией нашей технологии и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах наблюдают уже достаточно давно. И сейчас, когда мы уже вышли на, так скажем, огромную часть нашей технологии, мы просертифицировали, эти технологии уже востребованы. Хотя компания выйдет на самофинансирование, и, так скажем, из проекта превратится в компанию, только после завершения 15-го этапа. Так скажем, когда уже компании данной технологии не нужны сторонние инвестиции, она уже полностью мощная, готовая для продвижения струнных технологий по всему миру, и для строительства адресных проектов. Потому что они, как сказал мой друг, будут расходиться, как горячие пирожки, очень-очень холодной зимой. Главная задача всего этого проекта это сертифицировать всю технологию. То есть она была создана, просчитана Анатолием Эдуардовичем, но для того, чтобы ее строить, ее необходимо у главнейших сертификационных компаний мира пройти эти сертификации. То есть доказать, что это работает таким образом. Вот эти характеристики подтверждены. Вот здесь такая вот цикличность, сколько циклов выдержит. То есть заверить, протестировать, испытать, продемонстрировать и просертифицировать все характеристики нашего транспорта. Для этого, конечно, нужно построить эти трассы, построить эти виды транспорта и опробовать все это сейчас. И, дамы и господа, у нас это получилось потрясающим образом. Огромное количество сертификатов, огромное количество наград, огромное количество изобретений по данной сфере струнного транспорта Анатолий Эдуардович успешно просертифицировал. И сейчас мы в большей степени работаем с транспортом грузовым. И главная задача конечных этапов это скоростной транспорт, который может передвигаться со скоростью до 600 км в час. Конечно же, транспорт делится на две категории. Это пассажироперевозки наши и грузоперевозки, что является самым дорогостоящим и прибыльным бизнесом в мире. Именно с помощью грузоперевозок этот бизнес, эта технология войдет и очень крепко укрепится по всему миру. Потому что с помощью такой закрывающей автономной, экологической, инновационной технологии грузоперевозки выйдут на абсолютно новый уровень. Но давайте начнем с малого, с пассажироперевозок. Это та технология, которая даст огромный спектр возможностей абсолютно в любом уголке мира. Потому что разные способы развития и разные способы постройки и использования транспортных средств будут необходимы в разных климатических зонах, в разных, так скажем, с разными рельефами. Это все Юницкий продумал и создал разные виды транспорта. Сейчас их уже 12 видов транспорта. Всего лишь за, можно сказать, 6 лет производства. Конечно, это решение самых последних километров, как Юнивинт, где несколько всего человек. Но такая трасса с использованием композитных материалов, специальных, колтюбинговая труба, можно будет между опорами такого транспорта делать до 2000 метров. То есть, представляете, здесь анкерная опора, здесь специальное натяжение троса и это прекрасная дорога, ровная, чистая, которую не нужно ни чистить ни во время снега, ни льда, ничего. То есть, автономная технология максимально, насколько это только возможно. И между этими опорами может быть, хотите дома, хотите реки, овраги, озера. То есть, неважно, в какую сторону направляется данный транспорт, его можно будет построить всюду. И это, конечно, гениальное решение, потому что вся земля останется спокойной и свободной. И флора, и фауна не будут затронуты, и не будут повреждены. А человеческая необходимость перемещения груза или пассажира будет выполнена. Причем очень качественно и очень безопасно. Также решение юнибайк, легкий прогулочный транспорт, так скажем, или, можно сказать, туристический транспорт, юнибусы, юникары, то есть, разновидности все под свою задачу. Есть и моно, по монорельсу, есть и бирельсовый транспорт, подвесной транспорт, навесной. То есть, все возможные необходимости будут учтены, и данный транспорт поможет абсолютно любому уголку нашей планеты. Конечно же, транспорт, который вы сейчас видели, это больше городской транспорт со скоростью до 150 км в час. В 2000 раз безопасней, чем автодорожный транспорт. Но вот этот юнилет, юфлэш, который вы видите, он может передвигаться со скоростью до 600 км в час. Представляете? 600 км за 1 час. Мы сможем добираться в любую точку планеты очень быстро. То есть, не понадобятся тяжелые и достаточно опасные для нашей окружающей среды самолеты. Потому что с помощью подобного транспорта можно будет добраться действительно быстро, свободно и безопасно. 600 км в час, конечно, очень ждем этой сертификации. Очень хочется попробовать, какое это ощущение в движении на такой скорости. И как мимо будут пролетать наши красоты, нашей природы. Но давайте перейдем к еще одной интересной части нашей технологии. Это грузоперевозки, что является действительно самым дорогостоящим бизнесом. Потому что сейчас эра потребления. И именно с помощью такого для штучных, жидких, сыпучих грузов, контейнеров это огромный бизнес. И, конечно же, все этим пользуются. Сейчас мы имеем огромные затруднения в доставке, в безопасности, в сроках. Но с помощью подобного транспорта это все улучшится на порядок. То есть в десятки раз. Потому что скорость такого транспорта будет невероятно высокая. Автономность его, отсутствие ошибок без человеческого фактора. Потому что все будет работать с помощью наших технологий, которые уже в 21 веке развились до такой степени. Можно будет разрабатывать месторождение туда, куда нельзя построить ни дорогу для автотранспорта, ни железную дорогу. Но с помощью этой технологии, с помощью струнного транспорта можно будет забраться куда угодно и получать пользу, которая необходима человеку. Любые жидкие, сыпучие, жидкие, штучные грузы, ну и, конечно, контейнеры. То есть, понимаете, с помощью данной технологии можно будет перенять на себя огромную часть транспортного рынка. И за 21 век это может стать более 50%. То есть, мы сначала придем на помощь существующим транспортным отраслям. И человек всегда выбирает то лучшее, что перед ним есть. Потому что, когда-то у нас были пейджеры, появились мобильные телефоны, и люди начали переходить на мобильники. Появились смартфоны, и люди начали переходить на смартфоны, потому что это удобнее, больше функций, интереснее. То есть, множество факторов, и люди всегда будут стремиться к развитию, к, так скажем, более лучшим возможностям для себя и своих близких. Поэтому именно с таким, с такой технологией перевозки контейнеров данная компания выйдет в мировые лидеры очень-очень быстро. Потому что срок доставки сократится, а значит и стоимость сократится, и безопасность очень высокая, и экологически чисто все будет перемещаться, автономность огромная. То есть, такой транспорт знает, куда нужно доставить груз. Он получил свое техзадание и отправился, и все, не нужен ни человек. Ничего не надо. Груз уже направлен в нужную нам сторону. Как я говорил, вот есть подобные ленты для месторождений, то есть, это будет очень дешевое строительство, тем не менее, будет огромный эффект и доставка абсолютно с немыслимых участков для перемещения. Анатолий Эдуардович продумал множество деталей за последние 30-40 лет и постоянно улучшал все свои технологии, потому что получал много критики. Многие до сих пор не могут поверить, что этот транспорт существует и что уже более 10 тысяч человек опробовали его лично и полностью убеждены, что уже очень скоро этот транспорт распространится по всей планете. Но все начинается с изучения, поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуясь. Например, одна из технологий Анатолия Эдуардовича это порты на шельфе моря или океана. То есть недалеко от берега можно поставить порт. При этом его строительство будет минимально по ресурсам и по времени. А самое главное, что не нужно будет там, где соприкосновение воды с сушей, не нужно будет вырывать огромные, огромные, так скажем, массивы, для того, чтобы крупные корабли могли заходить в этот порт и укреплять, так скажем, физическую часть порта, то есть землю, это же стоит невероятно дорого. А если сделать подобный порт, как предлагает Анатолий Эдуардович, то таким способом любой транспорт может подойти, поставить свой груз на наш юниконд, можно сказать, уже с заданием, куда его нужно, в какую страну или в какой распределительный пункт отправить и он сразу же пошел в нужную сторону. Это наипростейшие технологии, как говорит иногда Анатолий Эдуардович, говорит, тут все просто, это пятый, седьмой класс физики советской школы, но довести до такой гениальности мог, мне кажется, только Анатолий Эдуардович, потому что за эти десятилетия он действительно по всем параметрам, характеристикам сделал лучший транспорт в истории, потому что он будет быстрее всего, безопаснее всего, интегрируем куда угодно, полностью экономичный, полностью экологичный и очень скоростной. Именно такой транспорт нужен человечеству сейчас. И самое главное, что при всех этих высоких характеристиках абсолютно все транспорты, транспортные отрасли, которые сейчас есть, глобальные, они стоят дороже в несколько раз, или даже в десятки раз, дороже, чем струнный транспорт Анатолия Эдуардовича. И стоит понять, что этот транспорт это лишь только начало. Это тот транспорт, который свяжет новые города между собой, тот транспорт, который придет на помощь в уже существующие города, потому что его очень легко интегрировать в уже наш готовый город, потому что необходимо буквально чуть-чуть пространства на поверхности земли, то есть землеотвод, для того, чтобы поставить такую трассу с огромной пропускной способностью как пассажиров, так и грузов. И это связующая технология. Первое. Далее мы будем строить линейные города, эко-поселения, кластерного типа, где люди смогут жить на одной территории и иметь абсолютно все, что ему необходимо для жизни, потому что у Юницкого есть технологии получения чистой электроэнергии. И подобные города будут связаны, так скажем, между собой, тем не менее будут полностью автономны. В подобном городе человеку не нужно будет так много времени тратить для того, чтобы пропитать себя и быть в безопасности. Новый тип жизни. Поэтому очень-очень и я, и множество моих коллег, и друзей, наших единомышленников из Sky World Community ждем, когда же будут первые адресные проекты по линейным городам, чтобы, так скажем, в такой город кластерного типа, по полностью экологическим технологиям Анатолия Эдуардовича можно было попасть и сделать, так скажем, это частью своей жизни. Но мы сможем строить подобные города где угодно, потому что где есть транспорт, транспортные ветви нашего, так скажем, второго уровня, туда без проблем сможет этот транспорт доставить все необходимые грузы для того, чтобы там развиваться. и действительно с помощью этой технологии настолько гибкой мы сможем равномерно объять всю планету, остановив урбанизацию. С такой скоростью и логистикой не нужно будет съезжаться в большие города и тем самым ухудшать возможности в этом городе. С такой технологией мы сможем расселиться равномерно по всей планете и при этом иметь абсолютно все плюсы человека дворца. двадцать первого века. Данная технология очень проста, ведь это лишь пучки струн предварительно натянутые, которые по факту уже могут являться дорогой. Но далее разные его модификации. Струнный транспорт, струны в пучках, они предварительно натяжены, они находятся в корпусе рельса со специальным наполнителем, это изобретение наших инженеров, антикоррозийная, шумопоглощающая и фиксирующая струны в определенном месте корпуса. И сверху стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо с самым высоким коэффициентом полезного действия. То есть абсолютно простая технология с наилучшими характеристиками, созданная гениальным ученым для людей и развитая, профинансированная именно людьми. Ведь подумайте, кто больше всего, если так в процентах, использует транспорт? Сам народ. Поэтому он должен быть легко доступный, быстрый, безопасный и должен стоить мало для использования, чтобы люди все могли использовать подобное. Но и строительство его, как изобрел Анатолий Эдуардович, как он сделал, чтобы это занимало минимум ресурсов, минимум земли, получается, что данная технология смогут позволить себе абсолютно все страны. Абсолютно любой уголочек земли сможет быть объят, так скажем, и облюблен именно подобной экологической технологией. Ведь уже сейчас на 14-м даже этапе до завершения, до выхода на самофинансирование Анатолий Эдуардович показал огромную серию возможностей с помощью нашего транспорта. Не то, что просто показал, мы их построили, эти разные виды трасс, просертифицировали большую часть из них. И действительно видно, что решение есть абсолютно для любой задачи. И представьте, эти транспортные средства, они являются полуандроидами, так скажем, искусственным интеллектом. Все транспортные средства связаны друг с другом, с каждой промежуточной опорой, с каждой анкерной опорой. Получается, вся система работает как рой пчелок-трудяк, работают друг с другом, делая огромную пользу. И если что-то где-то меняется, абсолютно вся система совместно предпринимает решения по уже задам алгоритмам, где нужно приостановиться, приостановить скорость, либо наоборот набрать ее. То есть данные транспортные средства имеют полное машинное зрение окружающей среды. То есть они могут оценивать ситуацию, которая происходит снаружи и предпринимать собственные решения, связанные с безопасностью и комфортом человека. Даже внутри маленького транспортного средства более 250 датчиков для полного комфорта и безопасности человека. И это электромобили. Просто это электромобили на стальных колесах, которые двигаются по струнам над землей на втором уровне. Почему это важно? Потому что весь первый уровень, там находится все живое. Флора, фауна и человек. Он должен быть безопасен, его необходимо разгрузить. Сейчас же только под асфальт закатано более пяти площадей в Великобритании. И представляете, эта вся земля, она мертва. Она не приносит кислорода, не приносит никаких плодов. и мы эту землю сможем восстановить. Сможем восстановить ее с помощью гумуса. Везде, где будут проложены трассы струнного транспорта второго уровня, мы сможем воссоздать прежнюю природу. Мы сможем прийти на помощь нашим городам, сделать их приятными, полезными, подходящими для жизни, а не подходящими для жизни роботов только, потому что там нечем дышать и полное загрязнение. Люди должны жить в городах, я считаю так, что должны жить в городах, где они могут процветать, где процветает природа, потому что мы же часть ее, мы такие же живые, и нам нужны подобные условия. Поэтому технологии Анатолия Эдуардовича, все технологии Экомира, это прорыв, это серьезный прорыв и революция в вообще технологической сфере. Стоит только поизучать, зайти на сайт, например, ust.inc, ust.inc, либо unitsky.engineer, и вы узнаете очень много о самом гениальном конструкторе и множестве его технологий, либо unitsky.inc, каком, как, можно сказать, салон продаж уже существующей нашей технологии, где можно посмотреть, как это выглядит, как, так скажем, какой-то город, дума, либо какое-то государство, его представители смогут через сайт уже зайти, посмотреть, что предлагает наша компания, наш проект, и заказать в свой город, в свою страну, там, одну, десять, сто трасс, или там, сто тысячу, десять тысяч транспортов для определенных веток, которые сначала внедрятся в существующие города и помогут уже существующим традиционным транспортом, а после я понимаю, что просто заменит их, потому что все будут выбирать ездить безопаснее, быстрее добираться до места, ну и, конечно же, вы полностью свободны, когда вы едете в подобном транспорте, потому что транспорт едет за вас, он получил задание, куда вас нужно отвезти, и вы полностью свободны, вы можете отдыхать, можете прикормить немножко, можете пообщаться с другими людьми, учиться, работать, либо наблюдать красоты нашей планеты через окошко, но вы свободны, то есть, это автоматизированная технология, закрывающая, сейчас, с учетом развития, большинство технологий необходимо делать такими, потому что именно что нас отличает от робота? Творение, творчество, созидание, мы должны больше творить, больше находиться в свободном, спокойном, творческом состоянии, а пускай всю работу, которая монотонная, которая опасная, любые подобные действия, пускай выполняют роботы с искусственным интеллектом, потому что мы уже дошли до таких технологий, и это абсолютно реально и нормально. Интеллектуальные системы помогут нам снять с себя огромную часть нагрузки, для того, чтобы мы могли больше заниматься творчеством, больше изобретать, решать те проблемы, которые есть у человечества, наилучшим образом, потому что на это есть время, оно освободилось. Именно для этого нужны закрывающие автоматические технологии, автоматизированные. С таким направлением у нас через сто лет будет на планете только экологические технологии, все вредоносные или какие-то опасные будут вынесены в ближний космос. У нас будут большинство задач автоматизированы. Нам не нужно будет делать очень много того, что мы делаем сейчас, и это время освободиться для того, чтобы жить, творить и созидать. И глядя на этот транспорт, я понимаю, что он абсолютно из этой серии, ведь все его формы природные, он в содружестве с живым и он действительно поможет нам выйти на новый уровень развития, даст возможности абсолютно всем людям по-новому учиться, по-новому работать, быстрее добираться, делать за один день в два, в три, в четыре раза больше перемещений и дел, чем мы могли бы сделать раньше. При этом мы, так скажем, возведем безопасность на очень высокий уровень, ведь сейчас автотранспорт считается одним из самых трагичных, потому что в нем погибают более полтора миллиона человек только в год. и еще десять миллионов становятся инвалидами. Это больший показатель, чем во всех остальных катастрофах, которые происходят на планете. За сто лет, перейдя на такой транспорт, мы спасем людей больше, чем погибло во всех войнах на планете. За сто лет только. То есть с помощью подобного транспорта действительно изменится жизнь на нашей планете. и не только у людей, но и у всех остальных живых существ. Стоит только поинтересоваться, дамы и господа, и вы увидите, что не только эта технология настолько гениальна, абсолютно все технологии Анатолия Эдуардовича гениальны до такой степени, что они полностью природны, они интегрируются без всяких проблем и принесут невероятную пользу абсолютно каждому живому существу. Потому что как минимум наши технологии не будут вредить этой жизни. А во-вторых, потому что люди станут жить более счастливо и здорово. Прошу прощения. Эти технологии позволят абсолютно по-другому распределять наши ресурсы. ведь если можно достигать тех же характеристик, которые есть сейчас, за так скажем более меньшие ресурсы. Прошу прощения. У нас получится делать за меньшее ресурсы больше пользы. Либо за те же ресурсы гораздо больше пользы. Таким способом то, что можно было бы сделать за 10 лет, мы сделаем гораздо быстрее. То есть скорость развития только только даже от транспорта будет намного быстрее и выше. И это лишь первая технология Анатолия Эдуардовича. Есть целая серия. Я считаю, что каждый человек, каждому человеку необходимо узнать о том, что есть подобные технологии. о том, что кроме того, что предлагают нам крупные корпорации, есть еще народные сообщества, содружества, которые смогут сделать большее, лучшее предложение для людей на нашей планете. Ведь люди будут использовать то, что для них лучше. А Юницкий предлагает именно подобные вещи. Конечно же, все будет завязано во всех технологиях на сертификации. Потому что именно сертификация самая главная задача нашего проекта. Доказать, что все характеристики соответствуют нормам. Доказать, что все работает и что можно строить без проблем по всей планете. Как показывает практика, Юницкий справляется с сертификацией просто потрясающим образом. И то, что он сделал за пять лет, было очень трудно представить, что можно сделать. Но, тем не менее, он показывает эти результаты, и я понимаю, что это только начало. Ведь нас становится все больше. Данный проект уже объединил в Sky World Community более 500 тысяч человек вместе. и это только начало. Уже вскоре настанет миллион, несколько миллионов, и мы сможем подобные большие проекты закрывать не за годы, а за месяцы, перестраивая и облагораживая наши прекрасные города и нашу планету. Именно с помощью данного ученого и такого огромного сотрудничества мы практически завершили сертификацию и выход в свет, в развитие, в строительство по всему миру самый высокоскоростной, самый наземный, самый безопасный, самый экологичный, самый легко интегрируемый и самый экономичный транспорт в истории. Еще пять лет назад я и представить не мог, что это случится настолько быстро, что люди могут действительно делать такое огромное влияние на всю планету, но оказалось, что это действительно так, и более того, именно людям, именно народу и необходимы данные технологии, потому что они являются главным потребителем. Я понимаю, что владельцы тех транспортных отраслей, которые сейчас являются традиционными, это их бизнес, и он вредоносен, и скорее всего, многие понимают это, но переделать его не могут, либо не хотят, и получается, что мы ездим на опасном, не совсем эффективном, дорогостоящем транспорте. А здесь Анатолий Эдуардович предлагает нам полно противоположную альтернативу. Причем, кроме того, что мы будем использовать ее разумно, так есть возможность стать совладельцем данной технологии. И именно компания SkyWorld Community дает такую возможность. Сейчас мы на 14-м этапе. Скоро он подойдет к концу, и мы перейдем на последний 15-й этап. То есть до конца проекта осталось совсем немного. Но у каждого человека на нашей планете должна быть возможность хотя бы один раз увидеть данную технологию, прочувствовать ее. А лучше еще приехать в Экотехнопарк Белоруссию либо в Объединенные Арабские Эмираты и попробовать с собственным телом прокатиться по струнам. Потому что ощущение, как когда в Арабских Эмиратах ты проезжаешь на этом транспорте из станции в станцию. Рядом с тобой SRT I-Park Sharjah Research and Technology Innovation Park. То есть место, где развиваются потрясающие технологии. Но тем не менее часть еще пустыня. И ты пролетаешь абсолютно безопасно, красиво сквозь эти золотые песочные волны. ты понимаешь, что это будущее. Это будущее прямо здесь и сейчас. И создали его люди. Поэтому, дамы и господа, подумайте, какое будущее вы хотите, какие города вы хотите вокруг себя и ваших детей. И у нас будет возможность это сделать. Именно сейчас с появлением интернета люди, как мы сейчас, могут объединяться, находиться в разных уголках, нашей планеты и при этом быть вместе, делиться информацией, как сейчас я с вами, для того, чтобы делать этот мир лучше. Это наша общая задача, потому что мы имеем самое большое влияние на данную планету. И именно это накладывает на нас огромную ответственность. Но я понимаю, что вместе это несложно. Вместе люди могут сделать рай на нашей планете. И Юницкий это один из тех мыслителей, гениев, который изобрел технологии, можно сказать, пути, как это сделать. Поэтому, дамы и господа, прошу вас зайти на YouTube, написать Анатолий Юницкий английскими буквами и посмотреть последние его видео, последних 10 видео, вы найдете там потрясающие решения, потрясающие описания того, что происходит, множество фактов и действительно разумные предложения по тому, как мы можем развиваться и как мы можем жить. А компания Sky World Community поможет в этом, поможет узнать, как и сейчас, с помощью данной презентации, помогает узнать, как можно участвовать в данном проекте, как можно помочь этим технологиям развиться. И это та компания, которая сейчас, в такое непростое время, дает возможность заниматься созидательной деятельностью, творить инновационные экологические технологии, развивать их по всему миру, где бы вы ни находились, на любом языке, на любом континенте, в любое время, с абсолютно любым другим человеком, и получать вознаграждение без ограничений. И, являясь совладельцем данной технологии, мы будем получать огромную прибыль с того, что мы построили, сертифицировали данную технологию, и она теперь расходится по абсолютно всему миру. Потому что, как сказал Анатолий Эдуардович, около 20 миллионов километров дорог, мы сможем построить за 21 век. И это изменит всю жизнь на нашей планете. Стоит задуматься, какой мир мы ходим вокруг себя. Когда вы находитесь либо в экотехнопарке в Беларуси, либо в Шарже, в Unisky Stream Technology Innovation Park, вы понимаете, что это действительно будущее. Это действительно похоже на рай. Когда вокруг все в пустыне, жара, а ты подходишь к этому дому, первое официально разрешенное деревянное здание, именно по технологии Венисского, а там кипит жизнь. Все растет, все развивается, множество зелени, птички прилетели, поют, потому что это единственное место на ближайший километр, где можно жить. Пчелы свили улей, все цветет, множество цветов, прекрасных бутонов и потрясающий запах. И ты понимаешь, что ты действительно из засушливой пустыни, полностью соленой и песочной, ты попадаешь в рай. Это ощущение ни с чем не перепутаешь. И я надеюсь, каждый из вас в скором времени это почувствует, опробует и поверит в том, что то, что называется райом, может быть в реальности у нас на земле. И от нас, дамы и господа, зависит, как скоро это наступит. Потому что это наступит 100%. Слишком большая уже движущая сила собралась для того, чтобы улучшить этот мир и продвинуть и помочь профинансировать Анатолию Эдуардовичу его серию экотехнологий Экомир. Поэтому, дамы и господа, 15 этап не за горами, но у каждого человека должен быть собственный выбор. собрать аргументы для того, чтобы пройти мимо таких серьезных и важных технологий, таких больших решений и изменений в мире. Или стать частью этого, ускорив данную эволюцию и даже, можно сказать, стать частью этой революции. эволюции. Для вас этот мир дает все, что он только именит. И наша планета это наш дом. Давайте сделаем его таким, чтобы в нем хотелось родиться, чтобы в нем хотелось родиться и процветать. И вспомню прекрасные слова, которые говорит Анатолий Эдуардович, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы берем ее взаймы у наших детей. Поэтому все в наших руках. А пока я благодарю вас за внимание. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И конечно же обращайтесь к тем, кто пригласил вас на данную встречу, к тем, кто знает, что такое наш проект струнного транспорта второго уровня и кто такой Анатолий Эдуардович. Задавайте вопросы, вы узнаете очень много интересного и полезного, помогая друг другу. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, живите богато, в полном благополучии и изобилии. А я прощаюсь с вами на неделю до следующего вторника. Желаю вам всего самого наилучшего. Сейчас оставлю свою корпоративную почту для ваших вопросов на ютубе и в Мирополисе. А на данную секунду я с вами прощаюсь. я с вами ком мою мою тюрьму Продолжение следует...